Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпьетом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами попробуем создать супероружие. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Добро пожаловать на базу! Вам только что дали возможность разработать Вундерваффе. Автономный огромный подземный комплекс, действующий как огромная крепость, было бы невозможно построить без вас. Развивайте свою базу и помните, что вы создаете оружие, способное повлиять на ход войны. Ну, управление базой, ресурсы и прочее тут как бы понятно. Итак, друзья, находимся мы с вами сейчас в огромном подземном комплексе, который охраняется войсками. Здесь есть железная дорога, чтобы можно было подвозить и отвозить ресурсы. Ну и вся эта база, разумеется, будет располагаться под землей. Вундерваффе, если кто не знает, это реально, типа, концепция супероружия, созданного сумрачным немецким гением. Типа, там, летающего колокола или ракет Фау-2 и прочего, прочего, прочего. Тут у нас, смотрите, даже есть заслон и стоят вооруженные охранники, чтобы никого не пускать. Тут у нас склад и давайте чего-нибудь построим. Так, выберем все и попробуем поставить, я не знаю. Водяной насос, он явно не помешает нам, чтобы получать воду. Вода нужна для производства. Успех, вы только что установили свой первый водяной насос. Не забывайте контролировать расход воды на базе. Теперь позаботьтесь об электроснабжении. Хорошо, погодите, пускай сперва насос будет достроен. А дальше посмотрим. Сейчас у нас есть очки науки, есть 20 человек персонала. И почему-то, нет, все работает, смотрите-ка, он активизировался. Далее нам нужна электроэнергия, поставим генератор. Это ваш первый агрегат энергоснабжения. Спрос на электричество и воду будет увеличиваться по мере расширения базы. Кстати, танк Маус тоже был вундерваффе своего рода. Короче, вундерваффе это любое супермощное оружие. Фантастическое даже в какой-то степени, которое невозможно представить и которое опережает свое время. Так, ну да, действительно, огромный генератор. Дальше нам нужен командный центр. Разумеется, без него вообще как бы и никак. Давайте установим его здесь. На базе может быть только один командный центр. Обзор ресурсов полностью интегрирован со всей вашей базой. Отправить на фронт. Показывает подробную информацию о ресурсах, которые отправляются туда. И приносят пользу войскам. Так, смотрите, и правда, здесь есть какой-то начальник. Генерал, наверное. Или может маршал даже. Не знаю, как там у них было все устроено. Дальше давайте поставим исследовательский центр. Ученые ждут приказов. Сразитесь с врагом с помощью самого смертоносного оружия, которое вы сможете создать. Но сперва технологический центр должен быть построен. И почему мы все делаем на одном этаже? Давайте попытаемся спуститься немного на несколько уровней вниз. И подняться на несколько уровней наверх. Ну, потому что... Потому что почему бы и нет? Камень. Я не могу здесь строить лифт. Ладно, хорошо. Пока так. Ну и посмотрим, как выглядит на... Опа, смотрите. Те самые ракеты Фау. Какие-то первые суперкомпьютеры. Точнее, даже скорее прототипы суперкомпьютеров. Доски для вычислений. Ну, правда, ученые тут работают. Такс, дальше. Че бы нам нужно было бы построить? Давайте посмотрим. О! Запустите свой проект Вундерваффе. Сбейте страх и разрушение среди вар... А, сеете, сбейте. Сеете страх и разрушение среди варажеских войск. Ну и что это будет за проект Вундерваффе? А, это просто доступ к другим технологиям. Ну, давайте посмотрим. Нам по-любому понадобится добыча полезных ископаемых. Это 100%. Производство тоже я бы сейчас изучил. Благо изучается все крайне быстро. Шахты, конечно, нам тоже нужно будет поставить. Давайте изучим шахту. Далее. Цементный завод. Преобразуйте камень. Только так вы расширите свою базу. Ну, хорошо, сделаем. Но, подожди, оно пока изучается. А, в принципе, у нас других технологий нет. Пока я не знаю, какие ресурсы нам нужны. Смотрите, тут железная рода. Здесь у нас камень. Поблизости что еще есть? Камень. И, в общем-то, особо больше ничего. Уголь нам потребуется по-любому. И я думаю, что технологии изучены. Да, отлично. Давайте. Цементный завод сделаем. Почему бы и нет? И, смотрите, мы можем шахту поставить. Только есть одно маленькое но. Я же не могу шахту поставить тут, да? Нам нужно спуститься на несколько уровней ниже. И цементный завод поставим. Он большой? Да. Сперва шахту. Все, давайте все по порядку. Нам нужен тоннель. Небольшой. Буквально на две секции, да? Чтоб можно было поставить лифт. Вот так. И поставить там несколько шахт для добычи камня. Так, ну и разумеется, нам нужны тоннели здесь, чтобы был доступ к камню. Хорошо. Тоннели раскапываются. И поставим две первые шахты. Было бы, конечно, круто так. Ну и так две секции, и так две секции. Так что какая разница? Как работает шахта? В шахте извлекают ресурсы из каждой ячейки сетки, на которой она размещена. Если шахта построена на несколько месторождениях, сразу, например, железные руды и камни, вы можете выбрать порядок добычи. Ну, у нас тут как бы только камень, поэтому давайте. Окей, как выглядит шахта? Ну, посмотрите, тут это... Ну, это шахта. Что еще можно сказать о шахте? Шахта это шахта. И еще одна шахта. Рабочих нет. Давайте два рабочих сюда отправим, и два сюда. Как бы приоритета нет, потому что в любом случае добывается только камень. Ну и раз у нас есть добыча камня, почему бы не поставить цементный завод, чтобы можно было камень перерабатывать? Рецептура. При выборе рецептуры вы добавляете ее в очередь производства. Короче, что будет производиться на производстве? Ну, на цементном заводе, наверное, только цемент. Сколько нам его нужно? Ну, давайте поставим в очередь вот такое количество. Пускай добывается, да? Тут есть рабочие, смотрите, они засыпают гравий, песок, прочее. Получают цемент. Для строительства он понадобится по-любому. Дальше, по технологиям что? Давайте смотреть. Хранилища, склады и прочее было бы... Металлургию было бы неплохо изучить. Но у нас пока ни угля нет. Ни железной руды, ни медной, ничего. Ни золотой тоже. Тогда давайте поставим, наверное, угольную шахту. Она нам пригодится. Где уголь тут? Уголь далеко. Придется, наверное, рыть тоннель вниз. По-любому вот так. Э, не, стой. Подожди. Не тоннель. Лифт, да. На три секции, пожалуй, сразу. Хотя не надо. Давайте сначала вот так. На три секции, да. Хотя у нас тут еще и медная руда нам тоже пригодится. Так что будем ее добывать. Плюс у нас тут доступ к железной руде есть. Так что все пока офигенно. Можно... Опа, у нас проблемы с электричеством. Надо будет поставить электростанции. Тоннели давайте. Вот так здесь. Плюс тоннель до медной руды. Так. Ну и, разумеется, тоннели нам нужны до угля. Окей. Ну и пока все это строится, нам нужны электростанции. Разумеется. Без этого никак. Сколько? Ну, штуки, думаю, две еще поставлю. Должно пока хватать. Ну и у нас уже получается такой довольно разветвленный комплекс. Посмотрите. Наверху технические, ну, основные помещения. Снизу такие более технические. Тут у нас будут заводы расположены. Благо, переходы автоматически получаются из места в место. Правда, здесь, чтобы перейти из места в место, нужно будет лифт поднимать. Потому что... А как иначе? Так, лады. До железа прорыли. До угля тоже. Надо строить шахты. Угольная шахта есть. И еще одна угольная шахта есть. Железная руда. Будьте добры, пожалуйста, давайте. И медная руда тоже давайте, пожалуйста. Хотелось бы немного. Вот так. У нас проблема с водой. Нужны водяные насосы. Давайте еще два воткнем сюда. Че? Стальные профили? У нас нет стальных профилей. Но у нас большая проблема с водой. Она заканчивается. Доступно только пять стальных профилей. Стоп, это проблема. Так, нам нужна металлургия. Но для этого требуется... Я думаю, с помощью металлургии можно будет создавать стальные профили. Но нам нужна железная руда. А она пока как бы добывается. Но ее не так много здесь. Да и рабочих я не отправил. Давайте по максимуму пятерых туда отправим. Угольная. А у нас плюс воды. Нормально. Жить можно пока. На угольную шахту я отправлю... Стоп, это не угольная шахта? Почему камень? Так уголь же. А, это я сюда навожу. На самом деле все нормально. Просто... Я понял. Окей, уголь тоже пошел добываться. У нас есть еще свободные рабочие. Можно их отправить на медь. Два человека, три. Пока с этим дефицита нет у нас. Этого ресурса. Нам бы хранилище, конечно, построить. Склады какие-нибудь и прочее. Но для всего нужны ресурсы. Придется немного изготовления сборных конструкций. Золото и наука. Сборные стены, цемент. Ну, я не знаю, потратить золото на это или нет. Потому что золото я пока нигде не видел. А еще, смотрите, есть очередной транспорт. Возможно, на транспорте... Да, нам привозят и ресурсы некоторые. Не все, но какие-то привозят. Это хорошо. Такс. Это склад наш? Уголь где? Четыре килограмма. Да, не густо. Надо, наверное, на уголь еще отправить людей. Пускай идет добыча полным ходом. Поезд приехал, смотрите-ка. Встречают его? Чувак, давай выгружай ресурсы. Ты что стоишь смотришь? Странный дядька. Может, на что хватает уже? А сколько у нас железной руды на самом деле? Что-то я не понимаю. 10 килограмм. 11? Подожди, нам надо больше гораздо. Железная руда. Приоритет выше на самом деле. Скорость копания так себе. Можно ускорить ход событий, да, наверное? Так будет лучше, потому что... Как-то все очень медленно добывается. Во! Совсем другое дело. Железная руда поперла. Просто поперла. Два рабочих остается. Но я их пока оставляю. Нам они для чего-нибудь другого понадобятся, наверное. Хранилище. Все, что вы добываете и производите, должно где-то храниться. Ну и для склада по-любому понадобится. Жилища. Отлично. Вот это хорошо будет больше рабочих. Могу ли я уже поставить жилища? Что, нет еще? А как, подожди. Я же изучил, но это ничего не дало. Вот, жилища рабочих. Ну, все для рабочих. Золото пришлось потратить, но рабочие того стоят. Так. Продовольственные пайки нужны. Ёлки-палки. А что, их не привезут на поезде? А вон везут 50 кг. Ну, ждем. Ждем поезда. Хотя нужно 70 продовольственных пайков. Этого все равно... 50 этого мало. Склад. Металлургия. Отлично. Склад сразу изучим. Наука. Но нужна золотая руда. А, золото и золотая руда это не одно и то же. Солдаты нам понадобятся потом, наверное. Так. Ну, шо. Новых построек как бы и не появилось. Пока всего у нас хватает. Жилища. Продовольственные пайки. Исследовательский центр. Производство. Шахта. А что по поводу металлургии? Потихоньку они производят все, что нужно. Что по поводу металлургии? Я ж вроде бы... Металлургию изучил, но... Это нам ничего не дало. Ладно. Будем изучать тогда все подряд. И попробуем найти, может быть, где-то залежи... Золота? Камень вижу. Золотая руда. Отлично. Надо спускаться прям супер глубоко за ней. Ну, а другого выбора-то и нет. Спускаемся за золотой рудой. Так. Придется сделать вот так лифт. Потом тоннель. Ну и потом эти ресурсы тоже можно будет добыть, как бы. Так что это не проблема. Так. Лифт. Где там золотая руда? Почти добрались до нее. Давай. Еще чуть-чуть. Вот. Это хорошо будет. Можно сразу вот так. Отлично. Тоннели. И... Шахта. Добыча золотой руды пойдет, друзья мои. Класс. Рабочих, конечно, маловато, но... Надо, надо, надо отправлять их туда. Опа. Проблемы с водой начинаются. И жаль, что камеру нельзя отдалить еще больше. Потому что, ну, прямо... Прямо я уже начинаю путаться, где у нас что. На самом-то деле. Так, вода нужна, да? Водяной насос сразу. Один поставим пока. Цемента. А что у нас цемент? Подождите-ка. А что? А, раз... Это даже не цемент. Это раздробленные камни. Ну, пускай производятся. Чему бы и нет. Пускай производятся склады. Не самая нужная вещь. Продовольственные пайки. Золотишко добывается. Я бы, наверное, ешь. Что такое? Полностью камень. Смотрите, добыли. Можно эту шахту сносить тогда. Потому что смысл в ней, если камня нет. Рабочие зато освободились. И мы их на золотишко отправим, да? Разумно? По-моему, да. Можно улучшить шахту. Но нужны сборные стены. Такого удовольствия у нас пока нет. Здесь пока ресурс имеется. Можно даже рабочего отправить дополнительного. Ну и дальше смотрим по необходимости. Че нам понадобится. Че не понадобится. Че у нас в исследовательском центре. Наука! Изготовление сборных конструкций. Пойдет. Жилища солдат. Пока ни к чему. Когда у нас обычных жилищ нет. Медные катушки. Древесину привозят. Много чего. Восстановление ресурсов. Давайте. Жилища ученых нужны. Жилища солдат. Лаборатория тоже понадобится. Я думаю, там у нас будут все, что необходимо. Так. Разведка. Это все не то. Жилища. Не на жилища ученых не хватает. Инфраструктура. Да где взять производственные, продовольственные пайки-то эти? Технологии надо новые учить. А где? Линия производства оружия. Вот. Нам столовка нужна. Нужно жилища солдат изучить. А потом получим доступ к столовке. Вот. Другое дело. И наконец-то у нас будет жилища и больше рабочих. Разумеется, это офигенно. Так. Нужен цемент. Цемент у нас тоже пока не производится. Трубы нужны. Давай, где трубы взять? Как-то, друзья, непоследовательно идет изучение технологий на самом деле. Металлургический завод. Плавка золотой руды. Обработка металла. Восстановление ресурсов. Науки пока мало. Пам-парам-пам-пам. Ну давайте производственную линию, чтобы это не значило. Производство оружия нам уж точно пока не нужно. Так, давайте-ка не будем торопиться. Я пройдусь по всем постройкам. Че мы его пускаем? Электрогенератор. Но у нас есть и электричество, и вода в избытке. Столовку я не могу построить, потому что нет цемента. Производство. Цементный завод я тоже не могу сделать. Нам нужны... А, саботаж? А где? А как отследить? А как узнать? Здесь, смотри, саботаж. Че я должен здесь? Остановить саботаж. Ух, кто-то саботировал работу. Так, о чем это я? Производственная линия, цементный завод. Нам нужны сборные стены. Че-то я туплю. По-моему, у нас должны... Должен быть доступ к сборным... А. То есть, чтобы поставить цементный завод, нам нужны сборные стены. Но сборные стены изготавливаются на цементном заводе. А, нет, нам нужны трубы. А где сделать трубы? Арматура нужна. О, это новые штуки. Так, изделие. Сборные стены, цемент. Вот что нам нужно. Нам нужен цемент. Так я могу прямо тут цемент делать? Я что-то затупил. Так, во-первых, подожди. Так, нам нужен... Цемент. Подожди, где цемент? Делается он из раздробленных камней. Этого добра у нас навалом. Все, производство встало из-за того, что я был невнимательным. Все нормально. Сейчас у нас появится цемент. Все будет нормально. И можно будет сделать из цемента сборные стены. Шикарно. И тогда, наконец-то, мы поставим производственную линию и будем делать трубы. Мне так кажется. И все будет офигенно. Что у нас по шахтам? Шахта истощила себя. Удалить. Да. Надо провести здесь опять... Тоннель. Стой, вот так, да. Ну и что, я не могу тоннель поставить-то? Доставь тоннель, алло! Пипец, блин, тоннель не ставился. Так, тут у нас ресурсы истощены. Удалить нафиг, да. Получается, железная руда нам понадобится по-любому. Медная руда, уголь, в принципе, добывается. Камень пока особо не нужен. Давайте тоннель. Вот так. Да, сюда просто поставь его и все. И вот так. Ну, спасибо теперь. У нас один рабочий все еще? Погоди, я же поудалял целую кучу всего. А где все рабочие? Они что там, вместе с шахтой были удалены? Как такое возможно? Может, отдыхают где? Производство... Пожди, стены, а где? Ну так сборные стены. А что, все еще недостаточно? Ну, давай еще сделаем сборных стен. Должно было хватать 20 штук. Доступно 10, да. Надо было больше делать. Так, но все еще остается загадкой. Наверное, рабочие были распределены в другие места. Поэтому, как бы, оно так кажется, что их нет. Но на самом деле они, типа, есть. Только они сами перепрыгнули на другое производство. Ну, пускай, пускай так и будет. Может быть, пайков нам привезли? Столовка! У-у-у, вот это хорошо. Вот это хорошо. Отлично. Вы стали независимыми от внешних поставок. Теперь вы можете приготовить продовольственные пайки в столовой. Интересно, что будет дальше. Производственные пайки. Делаются они из золота. Во дела. Ну, давайте побольше сделаем их. То, что они делаются из золота, это, конечно, ну, шок. Так, что там у нас? Производство, да? Производственная линия. Насколько это большое будет предприятие? Большое. Сделайте что-то полезное. То, что нужно. Ваша первая производственная линия. Ура! Вот с этим цементным заводом я не знал, что новые доступные стали компоненты. Это прям шок. Шаботаж! Шаботаж! У нас шаботаж! Кто-то шаботирует у нас тут что-то. Где? Неужто на добыче золота? Нет, золото добывается уверенно. Стой. Как же неудобно передвигать камеру, когда шаботаж. А где он? Вы там офиге... Офигеть, они сломали что-то. Электрогенератор сломали. Ну, все, удалить. А что, его нет? А где-то еще шаботаж. А где он, блин? Почему я не могу отдалить камеру еще больше? Это супер неудобно. Сейчас опять что-то сломается. Я даже не понимаю, куда смотр... Вот. Скотины, блин. Мерзавцы. Так, нам нужно... Генератор поставить обратно сюда. Так, производственная линия, друзья. Вот так это выглядит. И пока я не могу ничего на ней делать. Я думал, смогу делать трубы. Хотя бы. Ну, ладно. Так, жилище рабочих, наконец-то. Конечно, оно будет рядом со столовкой. И жилища ученых. Продовольственных пайков все еще мало. Продолжаем производство пайков. Побольше. Так, рабочих теперь у нас... Отлично. 25 единиц, друзья. 25 чуваков будут работать теперь по полной программе. В принципе, можно было бы заранее отправить их на добычу ресурсов. Что я сейчас и сделаю. Потому что... Потому что потом как быть? Так, тут надо поумнее поступить. Шахта. Стой. Не шахта. Инфраструктура. Тоннель. Вот так. Один. Лифт. Вот так. Тоннель. Вот так. Чтобы шахта работала прям по максимуму. На три медных руды. Так, отправим сюда рабочих. Три. Ну и на медную руду тоже отправим троих. Ну а дальше будем... О, чё? Три. Во. Всё, теперь нормально. А то я что-то смотрю. Переключаюсь. А оно не переключается. Рабочие. Вместо того, чтобы работать, бегают. Продовольственные пайки получаются. Давайте теперь жилища учёных. Учёные нам тоже понадобятся по-любому. Ну и по технологиям нужно будет смотреть. Металлургический завод, наука нужна. Но я не могу науку производить без... Поезд приехал. Отлично. Без учёных. Так, жилища учёных. Можно его даже улучшить. Что мы сейчас и сделаем. И жилища рабочих я бы тоже улучшил. Чем лучше условия проживания, тем лучше они будут отдыхать и лучше работать, разумеется. Посмотрите, у них тут прямо нормально, так комфортно. Только будет ли давать нам это науку? И куда отправлять теперь учёных? Не ясно. Но на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Комплекс получается комплексным. Немного запутанным. Но комплексным. Надеюсь, видосик вам понравился. До новых встреч. Всем удачи, всем мира и добра. Счастья вам, друзья. Пока. Пока.